здравствуйте меня зовут федор васильев и это проект jumla сенсей урок номер 136 мы продолжаем с вами изучать компонент редактор drop editor и в этом уроке я хочу показать вам наверное очень полезный инструмент это ксс кнопки очень часто у нас бывает потребность в статье разместить красивую кнопочку которая будет вести там на какую-то возможно внутреннюю страницу или какой-то сторонний сайт а в данном инструменте у нас она находится сразу после колонок в прошлом уроке мы с вами изучали вот она следующая кнопка если мы наводим мышь на нее у нас всплывающем окне написано батон то есть кнопка давайте рассмотрим этот инструмент кликаем и принципе здесь у нас картина такая же как и мы рассматривали инструмент список слева мы видим настройки управление цветом размером текстом ну давайте принципе попробуем то есть изначально кнопка наша выглядит вот здесь вот так и давайте пробовать менять подстраивать кнопочку под себя то есть текст на кнопки меняем здесь пишу и сразу текст применяется вот здесь в предпросмотре размер шрифта который мы только что написали я просто по плюсику крикую и прибавляя пиксели размер или здесь можно убавить если вдруг слишком сильно прибавили ну или вот выделить эти цифры и от руки с клавиатуры набрать необходимый размер цвет давайте кликнем по цвету и посмотрим то есть это у нас мы видим меняется цвет стандартного текста при наведении белое а стандартного сейчас зеленый в принципе пускай белый останется фоновый цвет кнопки давайте возьмем если берем светлый то соответственно текст мы меня я возьму красный цвет кнопки тип ссылки настраиваемый то есть ниже поле мы вставляем url куда будет вести данная кнопка или мы можем выбрать ссылка на статью тогда у вас ниже меняется настройки мы можем нажать на кнопку select и выбрать существующую статью то есть куда будет вести кнопка или же мы можем выбрать ссылка на пункт меню тогда у нас здесь ниспадающий список с пунктами меню давайте сделаем на ту же самую статью ведет данная кнопка и так при наведении она у нас синяя в стандартном состоянии в покое на красный дальше мы разворачиваем ниже у нас есть еще настройки обрамление границы кликаем по этому заголовку и первое это у нас паддинги то есть это внутренний отступ я сейчас просто слева вам добавлю 0 под просто покажу видите это отступ внутри кнопки от текста до края кнопки и соответственно здесь то же самое то есть если нам нужно просто чуть-чуть ее сделать потолще делаем вот так радиус скругления границы то есть это просто кнопка круглая я вот сейчас много-много раз нажму видите у нас края стали круглые дальше мы можем сделать цвет границы я сделаю например фиолетовая и ширина границы вот я кликаю видите один из пикселей ведь она толстая такая получилось я поставлю 0 то есть без границ они же у нас есть наведение то есть это свойство при наведении цвет текста меняется при наведении мыши на кнопку давайте попробуем сделать ее темный а кнопку например белый то есть ну если белым делаем значит рамку надо делать потому что иначе саму кнопку будет не видно вот принципе все настройки у нас остается настройки значит вставить кнопка если мы кликнем она сразу появится у нас в статье либо мы можем нажать на кнопку обновить тогда наша кнопка вы видите попадает сохраненные кнопки то есть чтобы нам каждый раз не настраивать данную кнопку для каждой статьи у нас есть специальная возможность оставлять фреймворки заготовки да и в принципе давайте нажмем вставить вот она у нас в статье давайте проверим как она работает нажмем сохранить пойдем на сайт обновим страницу эта кнопка у нас должна ввести на ту же самую статью давайте кликнем посмотрим то есть открывается та же самая статья чтобы например нам просто вставить кнопку статью у нас вот у меня личность фреймворк у меня почему-то не получается я вставляю видите текст меняется не тот который был если я выделяю пишу что-то свое у меня получается вот что вылазить кнопка вылазить текст из кнопки до что можно сделать можно нажать и редактирование соответственно здесь поменять текст кнопки быстренько это достаточно быстро получится и вставить принципе все вот таким вот образом дальше с фреймворком мы что можем сделать значит понятно корзина это удалить если на карандаш клику это редактирование она у нас появляется здесь мы ее здесь просто редактируем можем добавить новый фреймворк давайте попробуем просто удалю и фреймворки которые были по умолчанию вот это все у нас в принципе остальное все работает хорошо надеюсь для вас урок был полезным и интересным если это так поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумли неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь